Продолжение следует... 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 Потому что... Висковатый... Фамилия... Сильно обросший волосами... То есть... Если я не буду бриться... Я очень буду похож на этого... Думного дьяка... Вот... Кстати... Судьба его сложилась трагически... По приказу царя... Он был казнен... У... Варваринской башни... Китай-города... То есть... Эта башня сохранилась... Только ее фундамент... Но когда я ее прохожу... Я всегда вспоминаю свою историю... Еще не зная нот... Как они звучат... Как они строятся... Я просто начинал перерисовывать... Из каких-то... Сборников нотных... На... В тетрадке ноты... То есть... Мне просто нравилось... Рисовать ноты... Еще это не зная их... Откуда это берется... Видимо... Это... Как я понимаю... Какие-то... Вот... Определенные... Эта склонность определяется... Той ролью... Которую Бог человеку дал... В этой жизни... И... Если вот... Сложилось... В мозгу... Ребенка... Что он любит рисовать ноты... Конечно... Это божественный дар... Который потом... Вот... Всю жизнь я пытаюсь развить... Меня отправили... Родители... В нулевой класс... Замечательные... Московской средней специальной музыкальной школы... Имени Гнесинах... Которые... Находятся вот... Совсем... Недалеко от Кремля... Это... Замечательное учебное заведение... Из которых вышли... Очень много... Современных... Выдающихся музыкантов... Мы все прошли... Вот... Мое поколение... Прошло через... Увлечение... Эвганом Себастьяном Бахом... Генделем... Вообще эпохой барокко... И не только потому... Что эта музыка... Одна из вершин... Вообще... Человеческой культуры... Но... И потому... Что... Музыка Баха... Она несла... Христианские ценности... Которые... В те времена... Когда мы воспитывались... Они были запрещены... Мы были воспитаны... В атеистическом государстве... Мы... Мы... Могли... Тайно посещать церковь... С риском... Быть пойманными... И... У нас... Не было... Закона Божьего... Но... Евангельские ценности... К нам приходили... Через страсти... По Матфею Баха... Через страсти Пеану... Через... Оратории... Гендали... Какие-то... Библейские... Вот... Ветхие... Заветка нам... Пришел... То есть... Мы... Опознавали христианскую культуру... Христианские... Ценности... Именно через музыку эпохи барокко... Западноевропейского барокко... Вот... И... Значит... Как у меня это было? Вот... Поскольку... Было увлечение музыкой Баха... Христианской культурой... То я... Сам ходил по Москве... Искал вот эти островки латинской культуры... Которые у нас в Москве естественно есть... Потому что у нас еще... С времен Петра Первого были инославные храмы... У нас есть костелы... Вот... И они были тогда... Правда работам только... Так сказать... Служил... Только один костел Святого Людовика на Лубянке... Ну вот... Все остальные храмы были закрыты... Но постепенно... Как-то... Так сказать... Гуляет по Москве... Приобщаясь к архитектуре... Я сталкивался с огромным количеством церквей... Тогда закрытых... Разрушенных... И... Через архитектуру... Затем уже вот... Этот путь... Привел в храм... В действующий храм... И... Тогда уже... Началось... Можно сказать... Другое... Духовное... Перерождение... Другая эпоха... В моей жизни... Наиболее... Наиболее... Такой... Вот... Сильный... Импульс... Который я получил... Это... Конечно... В год... Это... В 20-летие крещения Трусси... Которая справлялась... И... Тогда... В моей музыке уже... Я учился тогда в консерватории... Это было... Вообще... Время... Удивительное совершенно... Это было время... Русского духовного возрождения... Нового русского духовного возрождения... Когда... Во-первых... Были... Открыты... Вот эти шлюзы... Которые закрывали духовной музыки русской... И когда... Стала звучать русская музыка на концертах... Когда появились издания... Я помню... В библиотеке... Восковской консерватории... Целый стенд был... Так сказать... Посвящен... Сочинениям... Костальского... Гречанинова... Чеснокова... Которые до сих пор... Были совершенно неизвестны... Это был... Ну... Такой... Целый мир... И вот этот... Импульс... Он... Конечно... Не мог не отразиться... На собственном творчестве... Вот... И... Уже... Стало более тесное... Соприкосновение... С храмом... То есть... Чаще стал ходить в церковь... Вот... И... В музыке... Впервые... Появились... Религиозные мотивы... Это православные... Мне кажется, что все песнопения, посвященные Господу Богу, они не должны лежать в архивах, они должны быть песнопениями, когда мы поем хвалу Господу Богу. Для этого и нужно восстанавливать эти произведения. Эпохи меняются, что-то уходит, что-то остается. Но когда мы знаем, что в архивах, в частности в потрясающем архиве Музыки, это Российского национального музея музыки, хранится потрясающее сочинение, которое, я их восстановил, удивительно, как мы этого еще не знали до сих пор. А вот они восстановлены, они звучат на литургиях, на богослужениях, в духовных концертах. И я считаю, что чем больше будет звучать духовной музыки, высокой музыки, тем наш мир будет лучше. Это определенный стиль, но эти песнопения, они и сейчас актуальны, они звучат свежо, как у нас любят в консерватории говорить. Но вот эта музыка, которая должна быть слышна людям. Ты вдыхаешь запах старой рукописи, ты приобщаешься дыханию веков, когда ты видишь там надписи на страницах, которые адресованы певчим, или певчим между собой общаются. Или, например, эти рукописи, они, видимо, использовались в школе, в певческой школе, в Ярославском Казанском монастыре, там была певческая школа, и туда сдавали мальчиков, чтобы они пели в цирковных хорах. И, видимо, мать одного из воспитанников написала ему на путствие. «Петрушенька, учись хорошенько, а будешь учиться плохо, высеку». Совершенно это удивительное восстановление, как бы ты общаешься с ушедшими поколениями. Ведь и они смотрели на эту бумагу, и они вложили туда свою душу. Вот частицы этой души ты воспринимаешь. Ты забираешь их себе, и таким образом возникает общность вот этих душ. Совершенно такой вот неповторимый и незабываемый процесс восстановления старинных рукописей. Каждый из нас, я думаю, был хотя бы один раз в жизни удостоен зримого божественного присутствия. То есть Бог каждому человеку, как я это себе представляю, дает почувствовать, что Он есть. Вот. Я, ну, как-то на камеру это никогда не говорил. У меня были такие-то моменты, вот, когда существо, твое, твое душа охватывает всеобъемлющую любовь. Вот, когда ты эту любовь чувствуешь, Бог есть любовь, ты понимаешь, что Бог дает тебе показать, что Он здесь. Он с тобой. Это состояние, оно буквально несколько секунд, но оно бывает. Он говорит словами многих литературных героев, что нельзя почувствовать божественного, не ощутив дьявольского. То есть нету положительного, безотрицательного. То есть гегелевское отрицание – это отрицание, борьба противоположностей. Что, вот, а как же тогда вот рай? Какой же, к чему мы, собственно, должны стремиться? Там тоже, значит, что-то должно быть противоположное? Нет. Любовь божественная, она не нуждается ни в каких противоположностях. Она настолько всеобъемлющая, настолько самодостаточная, как говорил Серафим Саровский. Мы бы поменяли свою жизнь, если бы хоть раз ощутили ту райскую благодать, которая нас ожидает, если мы попадаем в рай. Бог дает очень много энергии, у меня много каких-то идей творческих. Если бы вы меня спросили, реализовался ли я как композит, я бы четко ответил нет. Потому что мне не хватает то, что художники называют натурой. Натура – это совершенно необходимый для композиторов. Вот все великие композиторы – Бах, Гендель, Чайковский, Мусоргский – они брали свой мелодический запас, дар. Они брали из внешней жизни. Вот Мусоргский выходил, допустим, на базар, он проходил, он слышал речь. Эта речь сразу у него преобразовывалась в музыкальный звук. Он слышал, как пели духовные стихи. В моем опыте это было. Я видел нищих странников, которые поют духовные стихи. Я видел кликуш, которые выкрикивают, какие-то удивительные совершенно в музыкальном отношении фразы. Он выпивает, и все это ложится на бумагу. Но это надо искать, этим надо заниматься. Вот я, к сожалению, на этом не очень трачу много времени. И в данном, вот я чувствую, что мне этого не хватает. Мне не хватает натуры. Я бы мог, если бы был более активным в этом направлении, создать что-то такое вот еще. А помимо того, что я делаю, вот тут мне хотелось бы как-то себя это реализовать так же. И, надо сказать, как-то судьба так сложилась, что куда бы я ни пытался свернуть с этого пути, именно пути духовного песнотворчества, меня все время Бог возвращал на это. У меня ничего не получалось никогда в других, так сказать, каких-то жанрах, как бы я-то ни пытался, поэтому у меня вот это, и я счастлив в том, что это именно так произошло. Спасибо.